Король, должно получиться, у нас нет выбора, Свенская Дагбладет, Швеция Еспер Сунден, Свенская Дагбладет, Швеция 30 декабря 2019 года Мумбаи, на улице 30 градусов жары, и ярко светит солнце На пляже Версова в Мумбаи собралось множество людей, они перекапывают песок, собирая пластик, бумагу, проводы и прочий мусор Взрослые, школьники, компании изучающих английский язык мусульман в своих белоснежных лапчатобумажных одеждах и традиционных головных уборах топе И еще, шведская королевская чета Гостей вводит энтузиаст Афрос Шах, Афрос А, который 4 года назад начал очищать то, что тогда называли одним из самых грязных пляжей мира Многие из убирающих пляж стремятся рассмотреть шведских короля и королеву, которые периодически останавливаются и разговаривают с детьми и взрослыми Вскоре король и королева снимают свои светлые пиджаки и надевают ярко-синие перчатки Король остается в коричневой шляпе от солнца Королева надела темные очки Они берутся за голубой пластиковый таз, наполненный мусором, и несут его к одному из грузовиков, который увозит мусор с пляжа Некоторое время они продолжают носить мусор, а король еще и помогает грузить его в машины Индийцы в восхищении Обычно они чистят пляж по выходным, но поскольку королевская чета смогла приехать только в будни, они назначили для уборки дополнительный день Афрос Шах говорит, что его очень впечатлили интересы вопросы короля и королевы Мусульманин Аман, с которым я разговаривал до прибытия королевской четы, полон энтузиазма, ведь поначалу он думал, что они только посмотрят Он сам передает королю порцию мусора, который тот высыпает в грузовик Очень хороший король, восклицает на Аман Половина времени, отведенного на государственный визит шведской королевской четы в Индию, уже позади Все началось с того, что правительственный самолет не смог взлететь Поэтому королю и королеве пришлось отправиться в Индию обычным ночным рейсом Как потом оказалось, это сработало как настоящий пиар-трюк В индийских СМИ королевскую чету превозносили на все лады Король даже настоял на том, чтобы самому вынести свой багаж из салона самолета Эта неприхотливость должна послужить примером для индийских вип-персон, которые постоянно кичатся своим положением и используют привилегированный статус Написали, например, в Тимесов Индия Программа государственного визита плотно забита церемониями, мероприятиями, встречами и банкетами Когда мы вечером встречаемся на верхнем этаже роскошного отеля Тадж-Махао Пылас Я спрашиваю королевскую чету, как им удается выдерживать такой темп Сам я после жары на побережье чувствую себя совершенно разбитым Может быть, они прибегают к каким-то хитростям Ну, если бы они были, я бы не стал о них рассказывать, смеется король Королева дипломатично добавляет, что ни о каких особых хитростях речи нет Но и мероприятия, и люди, с которыми они встречаются, настолько интересны, что несложно за всем поспевать Часто бывает, что готовишься к одному, а все идет иначе, поэтому приходится проявлять гибкость Иногда сложно перестроиться, но все это так интересно, что сил на все хватает Но я все-таки не могу удержаться и спрашиваю, не собираются ли они в будущем немного сбавить темп Ведь король уже 73-го года, а королеве 75 А большинство шведов предпочитает уходить на пенсию в 65 лет Нет, планов сбавлять темп у нас нет Разве что кто-то скажет нам, что пора, говорит король Свенска так владет, но вы сами никогда не размышляли, сколько еще так протянете? Нет, так нельзя Иначе сразу и сляжешь, говорит король Он сравнивает себя с марафонцем, которому во время бега нельзя задумываться, хватит ли сил Нужно просто бежать Нужно просто добраться до финиша А тогда можно больше и не бежать Интенсивная программа государственного визита и уборка пляжа на жаре Конечно, доказывают, что с дистанции они еще не сошли Мы заговариваем об Афрозе Шахе, адвокате, который первым начал убирать мусор с пляжа Только подумайте, чего может добиться один человек Это просто удивительно, говорит королева Есть люди, по которым сразу и не скажешь, что у них такие лидерские качества Соглашается король и рассказывает, что кран принцессы тоже собирала мусор на пляжах в Швеции На это способен каждый Начав с малого, можно добиться очень многого, если мы объединим усилия Королева рассказывает, что дома, во дворце, они сами сортируют мусор А король удовлетворенно замечает, что Швеция – один из лидеров в его переработке У нас хорошо налажено мусорожигание, мы производим биогаз и даже импортируем мусор Потому что у нас остаются лишние мощности Именно с этим шведские предприятия надеются помочь Индии Которая не справляется с переработкой своих многочисленных отходов Примерно половина отправляется на свалки Есть много мусора, который вообще никто не убирает Он попадает в море, в реки, загрязняет пляжи По словам королевы, ее особенно поразил пластик, который выкапывали из песка пляжа Версово За долгое время он спрессовался в твердые блоки В связи с этим королева попросила короля рассказать о принцессе Эстеле, дочери кран-принцессы Виктории Сейчас ей пять лет На обед у нас была рыба, но она не ела Я спросил, тебе не нравится рыба? Ты ее не хочешь? Она ответила, нет, потому что она ест пластик Рассказал король Маленький ребенок что-то где-то услышал и сделал вывод Она понимает, как опасны эти маленькие частички Королевская четра осуждает, как важно, чтобы молодые люди вроде Греты Тунберг Грета Тунберг, думали о нашем общем будущем Очень здорово, что ее услышали Я обычно говорю, и повторял это буквально вчера, что молодые люди должны делать замечания своим родителям Тогда родители начнут слушать Это хороший способ, говорит король Мне кажется, здорово, что Грете удалось запустить целое движение по всему миру Молодые люди стали интересоваться этим вопросом, а ведь будущее именно за ними, добавляет королева Король и сам уже давно много внимания уделяет вопросам экологии С 1988 года он возглавляет шведское отделение Всемирного фонда дикой природы Также он, почетный председатель Всемирной организации скаутов Кроме того, по его инициативе в Швеции проводится международный экологический симпозиум Королевская чета часто затрагивает эту тему во время визитов Король говорит, что очень любит бывать на природе Так же как и его мать и кран-принцесса Виктория Она тоже очень любит отдыхать на природе Я не знаю, почему, но, наверное, это у нас в Генах Ему особенно нравится местность на острове Лувион, где расположен замок Дратнинхольм Он рассказывает о скаутских домиках, которые остались там с 1930-х годов И радуется, что природу острова оберегают Заботятся об окружающей среде как могут Там ведь собираются проложить маршрут через весь Лувион Не прямо сейчас, пока этот проект застопорился, но в любом случае здорово, что об этих местах заботиться Он сам участвовал в установке 600 солнечных панелей площадью 1000 квадратных метров на крыше Королевского дворца Производимое электричество идет на обслуживание хозяйства Это не очень много, но служит примером того, как все может работать, объясняет Король Но пока что перестройка мира с учетом климатической проблемы идет недостаточно быстро Один за другим публикуются тревожные доклады, и крупным странам тяжело договориться друг с другом Король согласен, что положение серьезное, но все равно настроен довольно оптимистично Поговаривают, что мы переступили критическую черту и зашли слишком далеко Но я все-таки думаю, что человечество на многое способно Если нам удастся договориться и пустить в ход все методы, полагаю, мы сможем справиться с этим Он напоминает, как, несмотря ни на что, удалось остановить использование фреонов и других газов Из-за которых росли озоновые дыры, пусть эта проблема и не была настолько серьезной, как глобальное потепление Должно получиться У нас ведь нет выбора На вопрос о том, что Королевская Чета думает об авиеперелетах, например, об этой поездке в Индию, и об их влиянии на климат Король ответил, что, по его мнению, очень хорошо, что все больше людей задумываются о климате, когда путешествуют Я сам уже несколько лет вожу электромобиль Поезда – тоже хороший способ путешествовать внутри страны При более дальних путешествиях перелеты неизбежны Но и тогда, по моему мнению, нужно хорошо обдумывать, зачем и почему едешь Сознательно относиться к климату – очень здоровая привычка Государственный визит касался не только климата и экологии За день до этого королева встречалась с девочками, которые ходят в школу организации АПНИААП Эта организация борется за права женщин и защищает детей от сексуальной эксплуатации Это было в Нью-Дели во время семинара по торговле людьми Индианка Хурбая рассказала, как ей удалось спасти 13-летнюю замужнюю дочь от проституции, к которой ее принуждали родители мужа Я поздравила эту мать с тем, что у нее столько мужества и силы Она была очень горда, что осмелилась пойти против течения К сожалению, проблема торговли людьми тут, в Индии, очень распространена, констатирует королева Ее очень расстроили и шокировали цифры, озвученные на семинаре Они свидетельствуют, что половина всех жертв таких преступлений – дети, причем 59% эксплуатируют сексуально И торговля людьми лишь набирает обороты Одна из девочек, Варша, заявила по-английски, что хочет показать, что девочки нужны не только для домашней работы и проституции Она хочет стать полицейской, когда вырастет Ее младшая сестра Прочи собирается быть врачом Королева рассказала, как Прочи старалась выговорить ее имя Она хотела правильно ко мне обращаться и спросила, как меня зовут На табличке у меня было написано Ее Величество Королева, и она этого понять не могла Поэтому я сказала, это слишком сложно Меня зовут Сильвия Встреча произвела большое впечатление на королеву, которая сама основала организацию детства Чулдоот, призванную защищать детей от насилия и сексуальных домогательств, а также поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации Это была замечательная встреча Подумать только, какую работу делают все эти женщины У двери номера в отеле Тадж Махал Пылась уже стоят мои индийские коллеги в ожидании разрешения войти Настало время последнего вопроса от Свенской Дагбладет Свенская Дагбладет, чего хочет и на что надеется королевская чета в преддверии 2020 года? Маленький вопрос, на который нужен длинный ответ Улыбается королева По словам короля, он надеется, что для человечества это будет удачный год Сейчас у нас время несчастей И дома, где разгулялась преступность И за границей, где не сильно лучше Весь мир заполонили очаги конфликтов Мне бы хотелось, чтобы в наступающем году мир отдохнул Прежде чем собраться с силами и позаботиться о своем будущем Решив климатическую проблему Королева тоже говорит, что ситуация в мире тревожная Никто толком не знает, что происходит Довольно долго перед нами был прямой путь После падения Берлинской Стены и исчезновения Советского Союза Но сейчас все внезапно изменилось Конечно, я надеюсь на лучшие, но тревога велика Да, к сожалению, все непредсказуемо, говорит король Что угодно может случиться в любой момент Мы стараемся быть гибкими и надеемся, что все остальные тоже на это способны Чтобы создавать и развивать, а не разрушать и уничтожать Мы так слишком долго это делали, ведь мы плохо понимали, что происходит Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ И не отражают позицию редакции на СМИ